Де-факто продолжает эфир телеканала Беларусь4. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Порыв в линии электропередачи, сломанные деревья, перевёрнутые торговые палатки и повреждённые авто. В регионе подсчитывают учерп от непогоды, которая разыгралась накануне вечером. Стихия обрушилась на Гомельскую область в виде дождя и шквалистого ветра. Её порывы были свыше 30 метров в секунду. Натиска не выдержали ветхие деревья, крыши домов, павильонов и остановочных пунктов. В Светлогорске дерево упало на припаркованные авто, а в Житковичах буря потрепала кровлю местной гостиницы. А это Гомель. Штормовой ветер поднял с детской площадки беседку и покатил её по двору прямо на припаркованные автомобили. Досталось и частному сектору. На окраине города очевидцы сняли похождение ветра среди домов и коттеджей. Ураган вырывал деревья с корнем. На Мазырово с площадки около Ледового дворца на дорогу отнесло шатёр от сцены. Ветер сорвал даже часть Прутковского рынка. Трасса Чернигов-Гомель оказалась заблокирована. Из-за упавшего дерева. Всего же было зафиксировано 152 случая падения деревьев на дороге. Пострадали 23 автомобиля и 37 домов. 15 машин МЧС и 30 человек личного состава принимали участие в ликвидации разрушений. Плюс около 400 работников других организаций оказывали помощь. Из-за обрыва линии электропередач в 16 районах области произошло отключение электроэнергии в 582 населённых пунктах. Больницы были забитаны уже имеющимися резервными источниками электроэнергии. Необходимо обратиться к гражданам. Если же вам поступило сообщение о прохождении грозового, штормового предупреждения, необходимо воздержаться от поездок на личном автомобиле, постараться остаться в этот период дома. Обгон – один из самых опасных манёвров. По статистике, именно в момент выезда на встречку и происходит самое печальное ДТП. Но 39-летнему водителю «Фольксвагена» можно сказать повезло. Совершая обгон в Ветховском районе, он миновал столкновение, однако выехал на обочину и пробраздил поле. ДТП произошло на улице Ветховская в деревне Золотой Рог. По предварительной информации, водитель микроавтобуса не справился с управлением, когда совершал обгон по встречной полосе. Оказавшись к увесе, машина получила повреждения, а водитель – травмы. Мужчину госпитализировали. В больницу накануне была доставлена и женщина из автомобиля «Форд Фьюджин». В Будокошевлевском районе владелец иномарки не справился с управлением и также съехал в Кювет. Обгон водитель не совершал, но, как предполагают в ГАИ, просто отвлекся во время управления своим авто. Мгновение и машина получила обширные повреждения. Госпитализация понадобилась 35-летней женщине-пассажиру, которая находилась на заднем сидении. В ГАИ напоминают, что внимание – главное условие безопасности в пути. Такой обзор к этому часу. У меня все. Оставайтесь на Беларусь 4. Субтитры создавал DimaTorzok